Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2557. «Когда, по вашему мнению, возникнут условия для того, чтобы все христиане смогли соединиться в лоне Единой Церкви?» Отвечает Патриарх Алексей II. «Думаю, что любой христианин воспринимает факт отсутствия в христианском мире единства и существования всевозможных разделений, как глубоко трагический. Заповедь о единстве была дана самим Господом Иисусом Христом своим ученикам» Евангелие от Иоанна, 17 глава, 21 стих. «Сознавая это, мы в то же время помним, что заповеданное Спасителем Единство должно быть прежде всего единством веры. Но за длительный период, прошедший со времени событий 1054 года, разделивших православную и католическую Церковь, христианские исповедания, православие, католицизм и появившийся впоследствии протестантизм, настолько отдалились друг от друга своем богословии, догматике, церковном устройстве, аскетической и литургической практике, что в наши дни практически невозможно представить их объединение в некую единую надконфессиональную структуру». К сожалению, это подтверждают изменения, происходящие в последние годы, прежде всего в протестантских церквах и сообществах. Введение многими протестантскими деноминациями женского священства, открытая апология гомосексуализма, связанное с этим произвольное толкование священного писания, являются абсолютно неприемлемыми для церквей древней апостольской традиции, таких как православная и католическая. Однако и между этими церквами существует огромный комплекс сложностей и расхождений, которые никоим образом не позволяют говорить об их скором и легком объединении. Поэтому в отношениях между различными христианскими конфессиями более уместно видится забота о сохранении и поддержании доброжелательного, взаимоуважительного диалога об объединении усилий перед лицом проблем и вызовов современного мира. Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. Ни о каком уважении еретиков не может быть речи. Это все слова от огромного опыта мира лукавнующих. Не о предании нужно говорить, а о священном писании по толкованию святых отцов. Если толкование называют преданием церковным, то это нужно вводить в обязательную программу церковного служения, а не на церковно-китайском языке томить людей. Учить нужно постоянно и постоянно учить. Когда говорят о лоне единой церкви, то имеют в виду одного лидера, одну главу, папу или патриарха. А вот об этом и нет ни слова в Библии. Одной главой назван только Христос. Колоссиным 1 глава 18 стих. И он есть глава тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство.